Трудно переоценить значение этого артиста для нашего искусства. Он в течение многих лет выпускает очень смешные сольные программы. В течение многих лет он готовит новых авторов. Кроме того, он делает и ведет самые высокорейтинговые телевизионные программы. И кроме того, в этих программах он еще воспитывает новых артистов, которые тоже становятся в свою очередь популярными и известными. Не буду долго говорить. Короче, это народный артист Российской Федерации Евгений Петросян. Не жизнь, а сплошной ужастик. Недавно утром просыпаюсь, слышу на улице крик. Тревога! Тревога! Ой, ну думай, началось. Выскакивай на улицу, в одних трусах. А этот сосед собаку домой зовет. У нее кличка такая, тревога. Дурак. Он бы ее еще шухером назвал. А сегодня у нас в подъезде объявление. Уважаемые жильцы, кто не оплатит за свет до 10-го числа, того вырубим 11-го. Я спросил у консьержки, что значит вырубим? А она, а то вы не знаете. Сколько раз уже вешали бед. Сейчас будем вырубать. Консьержка, это такая милая женщина с лицом бультерьера. Весь день сидит в будке, на всех лает и постоянно что-нибудь грызет. Как-то иду, она как заорет. А ну стой, урод, обглоданный. Я сейчас съем с потрохами. Продраблю в виду. Потом смотрю, это у нее пельмень под стул упал. Это она с ним общается. И вот такая вот страхомуть на каждом шагу. К остановке подъезжает троллейбус. На нем вдоль всего борта написано прямые рейсы в Турцию. А на другом вообще. Фирма Ритуал, ваш надежный партнер. Я уже всего боюсь. Меня так запугали. У меня жена, например, очень ярко красится. Отрастила себе еще ногти длины. Попала под дождь. У нее краска по лицу потекла. Но я же этого не знал. Сижу дома, никого не трогаю. Вдруг в комнату врывается Фредди Крюгер. Ногти два метра. Морда как винегрет. Еще кричит мне. Сейчас я тебя замучаю в любовной страсти. Я ей сгинь, тварь облезлая. Выскакиваю на улицу. А там эта собака, тревога. Меня за ногу. Цоп. Хозяин кричит. Не бойтесь. Она играет. Я говорю, что это за игра такая? Кобели охотники, что ли? У меня уже пол ноги в ее пасте. Она скоро моим коленом подавится. Хозяин подвигает. Кричит. Фу. Фу. Я говорю, это кто это Фу? На что вы намекаете? А он продолжает. Фу, тревога. Тащишь в рот всякую дрянь. А потом домой в шеи приносит. Я говорю, значит, по-вашему получается, что я вонючая, вшивая дрянь. А тревога, видимо, почувствовал, что в моей ноге кость. И вроде как пытается ее оттуда достать. А я где-то читал. Для того, чтобы, значит, запугать злую собаку, нужно тоже на нее очень зло зарычать, скорчить страшную рожу и крикнуть что-нибудь обидное. Я так и сделал. Я закричал. Сдохни, кобель женского рода. Тревога заскулила, вскочила хозяину на руки и все, ради чего вышла на улицу, оставила на хозяина. Я у него спросил, ну и кто теперь из нас? Фу. И вот такие ужастики-кошмарики на каждом шагу. Одна моя теща чего стоит. Травожадная. Целый день на кухне ножом орудует. Печень чью-то режет, рёбра рубит, курицу потрошит. Ещё напевает, я убью тебя, лодочник. У неё фартук похож на бронежилет. У неё спросишь, где моя футболка? Я её в ванной замочила. Сейчас вешать буду. И смех такой утробный. Ха-ха-ха! У меня тёща, женщина-загадка. Загадила всю квартиру. Утром готовит свои пирожки с капустой, завернёт мне на работу и скажет на здоровье и добавит аминь. Когда я возвращаюсь, она говорит, ну, лёгок на поминках. Садитесь к столу, поешь мои погребальные огурчики. Мама, почему погребальные? Потому что из погреба. Ха-ха! Как-то звонит с мобильного. Алё, я под землёй. Свежих костей привезу на бульон. А ты пока воду поставь. Я говорю, мама, шо значит под землёй? Вы шо, на кладбище, что ли? В метро, идиот! А-а-а! 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 А какой ужас эти маршрутки! Нас же ими запугали, что они ненадёжные. Я их тоже боюсь. Ну, ехать-то надо. Сел как-то в маршрутку, значит, на сиденье впереди, рядом с водителем. Слева от меня водитель, я. Здесь смотрю, на двери табличка. Хлопнешь дверью, умрёшь от монтировки. Я дверь аккуратно прикрую. Оно мне надо. Ну, едем, значит. Водитель говорит, слышишь, ты дверь плохо закрой. А-а-а! Оно мне надо. А это продолжает. Ты чё, глухой? Хлопни, тебе говорят. Или тебе наплевать? Сейчас всем на всё наплевать. А я смотрю, дорогу чёрная кошка перебегает. Ну, я через левое плечо плюнул три раза. Водитель как зарёт. Ты на кого, козёл, плюнул? Я говорю, извините, это я специально. Пфу, нечаянно. Ты на кого опять плюнул, придурок? У тебя чё, проблемы? Я говорю, у меня всё хорошо. Пфу, пфу, пфу. Ах ты, верблюд горбатый. Она даже ещё по дереву постучал. А у водителя, я смотрю, во рту зубочистка торчит. Я слегка постучал. Водитель выплюнул три зуба. И как заорёт. Я тебя ещё отбаску оторву, скотина. И схватил монтировку. Вот такой ужасник. Слушайте, а вы такое новшество в нашей жизни не встречали? Идёт человек, значит, по улице, и сам с собой громко разговаривает. Причём, уверенно громко. Да-да! Ну, надо же, какие новости, а? Хорошо, что ты меня предупредил. Я учту, учту. Со стороны посмотришь, идиот. Оказывается, ничего подобного. Он в ухо наушник вставил. И по телефону болтает. Ну, мы ж такого раньше не видели. Я вообще впервые такое вижу. Вот со мной такой мужик в лифте ехал. А я не знал. Он говорит, здорово! Как жизнь! Я бы нормально. Главное, какое? Да мне пофигу! Ну, я нажал на кнопку, лифт поехал. Мужик говорит, слышь, братуха, дела-то дрянь. Отстегни мне немного. Я говорю, где отстегнуешь? Ремень, что ли, жмет? Да-да! А вы что, сами не можете? Да меня налогой по рукам-ногам связало. Выручай, братуха! Ну, думаю, раз человек просит, подошел, отстегнул ему ремень. У мужика брюки упали на пол. Я спрашиваю, ну, как, полегчало? Мужик говорит, слышь, братуха, я тебе перезвоню, сейчас только замочу одного ублюдка. Слушайте, хорошо, что дверь лифта открыли. Я бегом, мужик, за мной. Правда, после того, как я ему отстегнул, он далеко не убежал. В общем, не жизнь, а сплошной кошмарик, ужастик и гробастик. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok